Всем привет! Это Абрамов. Я насмотрелся в Орламово и теперь мне тоже стала интересна тема урбанистики и все такое. И решил, собственно, тоже немножко вынести вклад в это дело. Я узнал, что построили новый жилой комплекс, целый квартал. Судя по отзывам, меня тем заинтересовало, и решил приехать, посмотреть, как это все дело выглядит. И, так сказать, от себя добавить 5 копеек. Так, начнем с самих домов. Сами дома выполнены в таком европейском стиле. Такой, в принципе, простой дизайн со вкусом. В целом, все это дело сразу производит впечатление такого прям хорошего подхода, грамотного. Никаких колхозных следов деятельности не обнаружено пока еще. Все очень даже неплохо сделано. Вот, первое, что просто нами бросается в глаза, это то, что у жильцов есть пространство между домами. Детские площадками, прогулочными дорожками. То есть, ну, это называется вроде как двор без машин. У вас во дворе просто сад, детские площадки, дорожки. То есть, сидите в тишине, наслаждайтесь жизнью. New lifestyle. Ну, по идее, да, действительно new lifestyle. То есть, таких кварталов, по-моему, вообще нету. По крайней мере, я еще не знаю о таких кварталах в Алма-Ате. Сразу видно, что первые этажи это потенциальные магазинчики, кафешки, бары. То есть, район будет жить. Вот здесь уже открывается заведение. Люди уже сидят. Хотя, с другой стороны еще стройка находится, а люди уже обживают это место. Еще один очевидный сразу плюс, который бросается, это то, что садят сразу взрослые деревья. То есть, сосны. Не знаю насчет сосен. Выбор именно этих сосен, конечно, под вопросом. Они немножко такие кривоватые, лысоватые. Вот. Но то, что их уже посадили сразу взрослыми, это, конечно, респект. А то часто вижу, видно, как садят маленькие саженцы и, ну, типа, ждите 20 лет, пока они вырастут. Тогда вы будете смотреть на нормальную там улицу. А еще у всех заведений сразу же предписан всем заведением дизайн-код. То есть, нельзя сюда вешать пестрые вывески. Мы открылись там и всякое прочее говно. Вот такая скромная вывеска. Шиша бар. Все. Маленькая скромная вывеска. Классно вообще. Вот здесь это все на рендерах. То чувство, когда рендеры очень похожи на реальность. Ну, как должен выглядеть нормальный ресторанчик с уличными террасами. Как это называется, не знаю. Вот. Смотрите, какая классная вывеска. Аккуратненько, смотрите. Никакого пестрого говна. Красотища. Все в дизайн-коде. Прям глаз радуется. А вот еще одна очень классная деталь. Видите, на которую кто у нас торжествует? Здравый смысл. И пешеходы. Приподнятый пешеходный переход. То есть, как бы, автомобиль здесь, в пролете, здесь все для пешеходов, чтобы было удобно ходить. То есть, на велики ты едешь, путь ночом, никаких бордюров, ничего вообще нету. Так едешь, так и едешь. А вот машинам надо, да, приподниматься. То есть, тем самым снижая скорость и повышая безопасность. Все дома, ну точнее их ряды, немножко отличаются по цвету. То есть, все не выглядит прям шибко с штампованием. Садят сразу взрослые нормальные деревца. Все сразу пышно. Еще одна маленькая деталь, которая раз в глаз, это вместо столбов, которые засоряют визуально пространство, здесь подвесные фонари. Висят себе, никому не мешают, места не занимают на земле. Красота. Ну и самое-самое любимое мое, это вот когда вы вот такой штукой часто ходите домой, то вам не нужно теперь никуда его затаскивать, затаскивать. То есть, подъезды наконец-то научились делать в один уровень землей. Никаких лестниц, там подъемов и прочего барахла. Не надо делать никаких пандусов для инвалидов. Сразу все в район земли. Удобно. И двери, конечно же, стеклянные. Большие стеклянные двери. Ну, конечно, у них есть минусы, да, в виде вот этого. Но, в целом, это гораздо удобнее, когда ты видишь, что там на улице находится, или что внутри. Так безопаснее и эстетически более красиво. Вот эти взрослые деревца, мне кажется, более удачное решение. Они будут более пышными, будут создавать тень, чем эти сосны. Вот, наконец-то, детские площадки, не клоунских цветов. Хорошие, аккуратные. Вот сейчас это все в процессе строительства, но уже, уже видно, что это все очень сделано со вкусом. Вот, вы-ка посмотрите. Натуральные материалы, прям, металл из какой-либо краски. Надо ничего красить. Такая краска. А еще, я подозреваю, вот глядя на вот этот огороженный, как бы, кустами участок, что здесь будут задние дворы, отданные жильцам. То есть, вот это место, оно будет отдано вот этим жителям, и они могут здесь разбить какой-то свой садик, поставить какие-то столики, что-то готовить на открытом воздухе. Очень классно. Это вот внизу, а вот это вот сверху. Вот, представьте, как классно, да? Вы себя здесь можете прям барбекю здесь устроить, прямо на открытом воздухе, прямо около дома. Это и несчастье, ребята. Набор растений для высаживания. И это тоже рядом глаз. Тут очень красивые цветущие растения. Prunus serulata. Не знаю, что это на латинице. Если кто знает, напишите в комментах, что это за растение. Но по весне это все будет красиво цвести. Ну что ж, как говорится, долой многоэтажки. Да здравствует квартальная застройка. Вот, на стоянках под машин сделана такая плитка, где растет травка. Так, сразу уютненько становится. С подходом, с подходом все сделано. Страшно, конечно, подумать, сколько здесь будет стоить квартиры. Но чем больше таких районов будет строиться, тем, наверное, это все будет стоить дешевле и доступнее. Вот еще один пример собственного дворика. Вот здесь уже поставили зонтики, цветы в горшках стоят. То есть вот тут можно ставить себе лежаки какие-нибудь, столик, стулья, барбекю, все дела. У нас сверху виднеет стеклянная такая как бы ограда. Есть подозрение, что крыши здесь тоже открыты будут. И скорее всего жильцы там не верхних этажей, или вообще все жильцы могут и на крыше что-то устраивать, какие-то тоже посиделки. Все пространство, в общем, как-то используется рационально, прям гармонично, нет никаких пустырей. Каждый клочок вон за что-то отвечает. Все ряды домов, они немножко отличаются по цвету, по оттенку. То есть самые первые черные, прям темные, потом краснее, потом опять серо-черный цвет, дальше светлый и в конце вообще чуть ли не бежевый. Все не выглядит таким штампованным, хоть и архитектура такая минималистичная, но при этом понятно, что там это, например, твой дом, это не твой. Хоть как-то дом отличается от других. Вот, но еще скорее всего здесь нельзя будет вешать кондиционеры. Кстати, вот это интересный такой момент. Будут ли жильцы местные вешать здесь кондиционеры? Испогонят ли фасад тарелками и кондиционерами? Вот это посмотрим. Я, конечно, сюда наведаюсь еще через годик и посмотрим, как оно, цивилизация победит или все-таки колхоз в головах будет сильнее, чем элитная вот эта атмосфера цивилизации такого порядка. Посмотрим. Конечно, кому-то это все покажется прям какой-то скучной штамповкой, какой-то безвкусицей. Естественно, на вкус ответ, как говорится. Но, как по мне, так это прекрасно. Вот снова я еду на самокате. И что мы видим? Приподнятый пешеходный переход. Хоп! Потому что здесь главный пешеход, а не всякие люди на колесах. Хоть сколько у вас колес, вы здесь не в приоритете. Ну вот на этом, пожалуй, все. Спасибо всем за просмотр. До новых встреч!